Привет всем! Как вы думаете, что это у меня тут за картиночки? Как они связаны с буддизмом? На самом деле связаны они самым непосредственным образом, потому что здесь зашифровано с утра сердце прямо на этой сумке. Это не какая-то странная шутка, а вполне себе серьёзная и полезная вещь, очень популярная в 18 веке в Японии. Известно, что вот подобный способ написания сутры создал Дземпач. Мужчина по имени Дземпач. К сожалению, о нём очень мало известно. Единственное, что, скорее всего, он не был монахом, но он был каким-то образом связан с синтаизмом. Он, скорее всего, прислуживал при каком-то крупном синтаистском храме где-то в Ивате. Известно также, что в какой-то момент его обвинили в краже, и он был вынужден из достаточно крупного храма сбежать в маленькую деревню, где он укрывался. Именно в этой деревне, где он помогал местным, которые не знали грамоты или имели проблемы с глазами, что-то написать, он впервые придумал записывать Ханьящингё в сутру сердца подобным образом. Зачем это было нужно? Ну, потому что в восемнадцатом веке всё ещё попадались люди. Хотя в Японии, надо сказать, с грамотностью всегда было хорошо, но неграмотные люди, тем не менее, были. Ещё, опять же, были люди, которые не могли рассмотреть буквы, потому что у них было плохо с глазами, старики и вообще люди плохо зрячие. И для них он решил создать вот такую запись картинками, которые проще рассмотреть и проще понять. На картинках, смотрите, вот, допустим, каждая картинка и первую, или её полное обозначение, вот, например, дзо, то есть слоник, да, вот здесь видно, или фу, это такие сладости. В них зашифрован какой-то слог сутры сердца. И вот так вот они идут. Из Ивата, из маленькой деревеньки, это распространилось просто по всей стране, стало очень-очень популярным. Изначально, конечно же, это выпускалось в виде книжечек, и они до сих пор выпускаются. Вот такое. Но в наше время подобные ухищрения уже не нужны, поэтому это скорее такая приятная штука, которую можно налюбить на сумочку, на кошелёчек, на веер, на что угодно другое, и иметь при себе в качестве такого своеобразного напоминания о том, что буддизм совсем-совсем рядом. Вот такой вот интересный аспект японской религиозности, или религиозного поведения, не знаю, как это характеризовать. Спасибо, пока-пока.